Компания Facebook совместно с HTC представила новый смартфон, ориентированный на поклонников этой социальной сети. Новинка получила название HTC First. Устройство оценивается в 450 долларов. Новинка будет доступна с 12 апреля. HTC First оснащается экраном диагональю 4,3 дюйма разрешением 1280 на 720 точек, а также новейшим двухъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 400. Кроме этого, устройство получило 1 гигабайт оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной. Слот для карт памяти отсутствует. Смартфон будет доступен в четырех цветах – черный, белый, красный и голубой. В качестве операционной системы выступает Android 4.1. Компания Seagate начала поставки накопителя серии Desktop HDD объемом 4 терабайта. Учитывая, что современные жесткие диски типа размера 3,5 дюйма позволяют размещать внутри гермоблока пять пластин, в ближайшем будущем вполне вероятен выпуск моделей объемом 5 терабайт. Цена новинки – 212 долларов для коробочной версии. Компания Kingston Technology объявила о начале отгрузок флеш-накопителей Data Traveler Micro объемом 64 гигабайта. Согласно пресс-релизу, устройства оснащены интерфейсом USB 3.0. Data Traveler Micro – одни из самых компактных флеш-накопителей, что делает их хорошо подходящими для современных мобильных устройств. Накопители позволяют увеличить емкость памяти планшета или ноутбука, сохраняя их компактные размеры. В серию Data Traveler Micro входят модели объемом 8, 16, 32 и 64 гигабайта. На них распространяется пятилетняя гарантия производителя. Модель объемом 64 гигабайта стоит 37 долларов 50 центов. Компания Microsoft не первый год предлагает операционные системы для мобильных устройств. И хотя по мнению разработчика Windows Phone является очень хорошей операционной системой, статистика говорит о том, что Microsoft пока не удалось заинтересовать потребителей. Это хорошо видно на графике, подготовленном по данным ComScore. График позволяет сделать лишь один вывод, утешительный для Microsoft. В последние месяцы сокращение числа пользователей мобильной платформы Windows сменилось пусть небольшим, но ростом. Впрочем, как показывает вторая иллюстрация, доля рынка, принадлежащая Microsoft, все равно немного сократилась, поскольку рынок рос быстрее, чем число пользователей мобильных устройств с Windows Phone. В сети появилось первое изображение преемника планшета Iconia W700. Новая модель получит название Aspire P3, а ее дебют предположительно состоится в начале мая. Смена имени с Iconia на Aspire говорит о том, что новинка будет позиционироваться как ультрабук, но при этом планшетная суть сохранится, а возможность полноценной работы с текстом будет достигаться за счет выдвижной клавиатуры. По данным источника, в устройстве будут применяться не только процессоры Intel Core серии i5 и i3, но и более доступные семейства Pentium и Celeron. Что касается операционной системы, то тут без вариантов Windows 8. Сравнивая Apple с другими участниками рынка мобильных устройств, иногда забывают, что доход компании включает не только продажи самих устройств, но и приложений для них. Как утверждает источник, Apple хоть и не является лидером на рынке смартфонов, но зарабатывает на мобильных приложениях больше всех своих конкурентов вместе взятых. В первом квартале текущего года Apple достала 74% дохода, сгенерированного четырьмя крупнейшими магазинами приложений – Apple App Store, Google Play, Microsoft Windows Phone Store и BlackBerry World. Суммарный доход перечисленных торговых площадок за три месяца составил примерно 2 миллиарда долларов. В эту сумму входят как продажи самих приложений, так и покупки, совершенные внутри приложений, а также оплата подписных услуг. Доля Apple составила примерно 1,5 миллиарда долларов. Примечательно, что по числу загрузок лидирует другой магазин – Google Play. На его долю приходится 51% всех загрузок. Компания Asus с гордостью объявила о том, что видеокарта GeForce GTX Titan установила четыре новых мировых рекорда в бенчмарке 3DMark и получила звание самой мощной видеокарты с одним графическим процессором. Рекорды были установлены оверклокерами Андрей Янг и Шеймино. Стенд включал в себя четыре ускорителя Asus GeForce GTX Titan с системой охлаждения на основе жидкого азота. В январе прошлого года в ассортименте компании Dell появилась игровая система Alienware X51, заключенная в миниатюрный корпус. С недавних пор этот персональный компьютер можно купить с предустановленной операционной системой Ubuntu. Игры запускаются из-под популярного сервиса Steam for Linux. За счет отказа от Windows в пользу Ubuntu цена компьютера удалось уменьшить примерно на 100 долларов. Производитель предлагает четыре базовые конфигурации стоимостью от 600 до 1050 долларов.